Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Совсем недавно прошло 9 мая, мы находимся до сих пор еще в праздновании 70-летней годовщины Победы Великой Отечественной Войны. И мы хотели бы сегодня в нашей передаче поговорить об этом, наверное, самом страшном явлении падшей человеческой природы, о феномене войны. Поговорить хотелось бы сегодня именно в культурологическом аспекте, и поэтому сегодня у нас в гостях необычный эксперт, профессор, доктор культурологии, заведующий кафедрой теории и истории культуры Самарского института культуры Владимир Иванович Ионесов. Здравствуйте, Владимир Иванович! Здравствуйте! Вот действительно, то, о чем я уже сказал, вот война, агрессия, ее уровень сейчас в современной действительности возрастает. И мне кажется, очень важно именно со всех сторон многогранно рассмотреть этот феномен, потому что одну войну мы празднуем как уже закончившуюся, но вокруг нас просто котел различных конфликтов, войн, мы пребываем в этом котле. И мне кажется, очень важно для осмысления, что же такое война именно с точки зрения культуры, для того, чтобы, может быть, как-то, ну, по крайней мере, на своем уровне из этого котла уметь выбираться, из котла агрессии, раздражительности, озлобленности. Вот с точки зрения культурологии, война вообще является феноменом культуры или это, может быть, в большей степени феномен антикультуры? Потому что мы знаем, что культура – это то, что созидает, возделывает, совершенствует и так далее. Война – это нечто разрушительное. — Отец Сергей, спасибо, что пригласили меня в вашу передачу. Действительно, в преддверии 70-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, тема войны, как некого социального явления, для нас предстает с особой такой остротой, значимостью. И, наверное, всякий раз мы возвращаемся к тому, для того, чтобы определить для себя, что есть война, почему с войной связаны жертвы, почему человечество пытается преодолеть войну, но все время натыкается на различные вспышки насилия, конфликтов, агрессии. Действительно, если говорить о человеческой природе, война всегда находится рядом. Человек во многом конфликтующее существо с точки зрения антропологии, если посмотреть. В человеке война никогда не прекращается, по большому счету. С моей точки зрения, она имеет самые разные, конечно, конфигурации. Но состояние борьбы, состояние преодоления, вызовы, которые вокруг человека так или иначе формируются, вот это то перманентное состояние нашего бытия, которое заставляет нас искать какие-то способы укращения насилия, агрессии. И каждое поколение пытается выстроить какую-то свою стратегию, сценарий примирения. Не всегда получается. Вот мы видим, что на протяжении уже 70 лет после даже окончания Великой Отечественной войны количество войн возрастает. И это очень печально и драматично. И поэтому сделаются самые разные прогнозы. Мы видим, что вспышки насилия, они в своих масштабах и, может быть, даже в остроте, жестокости озадачивают человечество. И делают абсолютно, может быть, даже непредсказуемым будущее человеческой цивилизации. Потому что иногда складывается впечатление, что человечество не извлекает никаких уроков. Но в этой связи война, она является частью культуры? Если мы говорим о войне как неком социальном явлении, то безусловно. Война – это культурное явление. Потому что у войны есть своя культурная стилистика, атрибутика, своя форма узнаваемости. Когда мы говорим «началась война», мы предполагаем определенные узнаваемые симптомы того, что скрывается за этим явлением. Поэтому, конечно, война – культурное явление. Поэтому мы должны рассматривать войну не как только чисто некая вспышка биологического насилия, агрессии. А часто сама культура провоцирует войны. И здесь, конечно, и вина в том числе и на культуре. Потому что мы говорим «есть культура войны, а есть культура мира». И вот противостояние этих двух культур как раз, наверное, и создает весь шум цивилизации всей нашей жизни, которая нас сопровождает. Так может быть, вся проблема вот такого большого количества войн и сейчас в том числе, что у нас нет культуры мира? Вы важный вопрос сейчас здесь затронули, потому что действительно, как можно приостановить наступление насилия и агрессии в обществе? У человека, у человечества нет другого инструмента, кроме культуры. И поэтому, когда мы говорим о культуре войны, культура войны пользуется, как ни странно, тем же инструментарием, которым пользуется культура мира. И если культура войны продвигает свои какие-то интересы и захватывает какие-то территории, то, значит, территории мира в этот момент сокращаются. Потому что все, что война приобретает, взято в том числе с территории мира. Ну, нет других инструментариев, нет третьего. Понимаете, вот есть культура. Культурные ресурсы ограничены. И вот борьба за эти ресурсы, борьба за различные культурные практики во многом порождает всякого рода конфликты, которые в конечном счете оборачиваются вооруженным конфликтом или то, что мы называем войной. Вот вы сейчас говорите, а у меня строчка из одной из последних песен Бориса Гребенщикова всплыла. Господь в своей доброте дарует то, что мы хотели. Любовь обязательно во время войны. Вот почему действительно, для того, чтобы, например, вот если мы берем современную войну сейчас на Украине, для того, чтобы пережить чувство локтя, для того, чтобы пережить, ну вот вспомнить о том, что мы братские народы, нам действительно нужна была вот такая вот война, вот такой вот конфликт. Чтобы мы все вспомнили, что мы братья славяне, чтобы здесь вот в России был невероятный патриотический подъем, чтобы там, ну по крайней мере на Юго-Востоке произошел такой же патриотический подъем, что вот они прям так радуются, когда российские миротворцы так или иначе проявляют свою заботу и себя вообще в принципе в их истории. Вот почему человечеству с точки зрения культуры всегда нужна война, чтобы как некая бинарная позиция, да, являлась любовь? Почему невозможно иначе? Ну тут, скорее всего, может быть, ваш опыт и помогут ответить. Как вам кажется? Действительно, противостоять культуре войны может культура мира, любви, красоты. И вот когда мы говорим о том, что в самых критических, тяжелых ситуациях человеку как никогда нужна опора в вере, красоте, в самых лучших образцах миротворчества, это не случайно. Потому что вот в критической ситуации, вот как Достоевский говорил, что красота, в красоте человек нуждается больше всего тогда, когда ему плохо. Это очень важные слова. Действительно, мы начинаем ценить добро, обращаемся к добру, начинаем ценить любовь и красоту, когда мы практически любовь, красоту и добро начинаем терять. И вот в условиях такой пограничности, в условиях потери жизненно важных ценностей, наверное, не случайно они вновь перед нами всплывают, как некая спасительная обитель, в которой мы можем обрести какую-то для себя надежду и веру. Поэтому вот культура, она часто бросает человека на испытания, в том числе и в горнило войны, но всегда дает надежду. Надежду, которая опять обретает силу культуры. Потому что вырваться из вот этих испытаний опять можно только опираясь на культуру. И поэтому вот как-то Эйнштейн спросил Фрейда, говорит, слушайте, вот есть инстинкт смерти, инстинкт жизни. Как же в условиях, как раз, по-моему, в 1932 году, как раз накануне прихода нацистов к власти. И говорит, вот как же быть, как укротить войну, агрессию, насилие в человеке и дать дорогу миру, любви и красоте. Фрейд ответил примерно так, что нужно развивать культуру эроса, любви, красоты и как противостояние войны. Здесь возникают всегда вопросы, а как в условиях войны, в условиях конфронтации культивировать любовь и насилие, когда все озлоблены. Это можно сделать, когда общество сплоченное, собранное, согласованное. И вот на этот вопрос пока ответа нет. Потому что, когда, с одной стороны, потребность в красоте, добре возникает, когда человеку плохо, но когда человеку плохо, ему очень трудно собраться и согласованно принять какое-то решение. Слишком много обид, слишком много отчаяния, слишком много мести. И вот в связи с этим возникает как бы все время такой порочный круг. Как только что-то у нас получается, вдруг опять обрывается. И мы начинаем все сначала. Некая такая ловушка или сизифа в труд. Но... Интересно. А вот такой вопрос. Мы говорим вообще о войне, как правило, в контексте взрослого мира, культуры взрослого мира. Ну, то есть, воюют в основном взрослые. Ну, по крайней мере, нам принято думать, считать, что это вот взрослые мужчины. Кто-то жадный лезет на чью-то чужую территорию, кто-то слабый не может этому противостоять, начинаются конфликты и так далее. И в этой связи как раз то, о чем мы сейчас с вами поговорили, это, конечно, и актуально, и, ну, в общем-то, в контекст ложится. Но вот удивительно то, что в войну начинают играть маленькие дети, мальчишки во дворе достаточно рано. Их этому никто не учит. Я вот помню по себе, когда еще вот в моем детстве не было так развито телевидение, когда показывалось все и всюду и так далее, можно было любой канал включить. Мы все равно бегали с автоматами, мы все равно бегали с пистолетами, играли в так называемую войнушку. Вот. И почему-то это стало атрибутом мужского мира. Вот почему для мужчины, во-первых, во-вторых, откуда война берется в детском мире? Вот. Вы как культуролог поясните, пожалуйста. Может быть, надо вообще копать именно оттуда, как вот в Евангелии сказано, будьте как дети. Да? Если не будете подобны детям, не войдете в Царствие Божие. Значит, нам, может быть, надо вот с самого детства как-то вот копать. Вот почему в культуре детства вдруг появляется война? Ну, здесь сразу несколько вопросов вы затронули. Во-первых, действительно детство играет ключевую роль в развитии личности. Это, в общем-то, доказано уже многократно. И обращение к детству на значительной мере может помочь решить многие вопросы уже той взрослой большой жизни, с которой человек сталкивается. И поэтому недозавершенное детство, травмированное детство, значительно, ну, очень часто приводит к вспышкам каких-то конфликтов, насилия, стрессов и так далее. Поэтому это первая сторона, что действительно к детству нужно обращать пристальное внимание и культивировать различные миротворческие практики, может быть, в игровой форме, может быть, в какой-то художественной, такой эстетической. Здесь много существует различных сценариев, которые позволили бы вот именно в детстве сформировать некое такое миротворческое видение мира. А другой момент, который вы затронули, это то, что почему дети играют в войнушки и так далее. Ну, в общем, как я уже сказал, в человеке идет борьба постоянно между войной и миром, между жизнью и смертью, между добром и злом. И ребенок не является исключением. Он как раз может быть в такой наивной форме проецирует вот все те задатки, которые и со знаком плюс, и со знаком минус, так или иначе. Конечно. Во-вторых, некоторые теоретики, психологи, социологи считают, что вот есть некая врожденная такая склонность к насилию, конфликту у человека. Здесь есть разные точки зрения. Есть кто с этим согласен, кто нет. Но эта точка зрения достаточно широко распространена, и поэтому искоренить это в принципе невозможно. Можно только это нивелировать, можно только это с помощью различных культурно-миротворческих практик каким-то образом нейтрализовать. Нейтрализовать для того, чтобы открыть или сублимировать в какие-то новые практики, связанные с гуманистической деятельностью. Но искоренить это невозможно. То есть надо принять, что это нечто данное, с которым нужно уметь работать. Поэтому, скажем, отсюда и войнушки, и всякие вспышки обид, агрессии, нетерпимости, которые тоже в детстве сопровождаются, когда школьники могут издеваться над каким-то своим одноклассником. Например, таких историй очень много. Вот выбирается какая-то жертва. И вот все насилие, и в основном на самого беззащитного попадают все эти всплески насилия. Ну и, наконец, третий аспект, который вы затронули, каждый из них, конечно, нуждается в самостоятельном таком разговоре. Почему мужчины? Почему мужчины? Ну, здесь вспоминается теория Евгена Артавазовича Геодокяна, когда он рассматривает человеческую популяцию в двух таких, ну, как бы в двух группах или слоях, которые каждый слой, каждая группа занимает свое место и выполняет свою миссию и функцию. И вот с точки зрения Евгена Геодокяна, ядром человеческой популяции является женская половина. А внешний слой образует мужская. Она принимает на себя все вызовы внешней среды, пропускает через себя все эти вызовы, фильтрует и уже все самое ценное, апробированное и лучшее передает женской половине. Потому что женская половина, она в этом смысле более значима для продолжения рода. Она отвечает за вот уже судьбу, по сути, воспроизводство человечества. И поэтому в этом плане вот вызовы все берет на себя мужская половина. И поэтому она находится всегда в эпицентре различных противостояний. А война — это всегда встреча с самым, таким, может быть, передним, самым крайним флангом вот этого противостояния человека с миром. Потому что война с точки зрения культурологии — это необычайно интересный синдром с точки зрения рассмотрения различных факторов, которые вдруг начинают проявляться в человеке. Вот. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. И то, что в обычной жизни мы не замечаем, вдруг на войне как раз это раскрывается. И мы видим и величие человека именно в периоды войны, когда человек готов совершить подвиг, когда идет на риск и жертвует собой ради своих близких. И чудовищные акты насилия. Так же нам война показывает. И поэтому здесь вот, наверное, может быть такое объяснение. Почему мужчины? Потому что они принимают вызовы на себя. И только исходя из этого, наверное, война все равно мужчинами начинается, и мужчинами все равно заканчивается. У нас не так много времени осталось до конца эфира. Хотелось бы вот резюмировать в общем и целом. Мы как будто бы вроде бы внешне живем на территории мира сейчас. Ну, потому что нас в стране не ведется локальных войн никаких. Слава Богу. Вот. Однако, вот как культуролог, вы замечаете уровень агрессии вообще возрастает в обществе? Нетерпимости? Может быть, вот какой-то разобщенности? Что глаз культуролога Владимир Иванович видит, когда он выходит на улицу? Ну, я, к сожалению, должен констатировать, что вот если объем насилия в обществе, он не сокращается. А может быть, даже он просто, какая-то существует здесь социальная мимикрия этого насилия. Мы иногда уже свыкаемся с некоторыми ситуациями, которые для нас являются само собой разумеющимися для нашей жизни. Но не переставая быть насилием при этом. Вот в этом опасность, что насилие становится трудно распознаваемо. Маскировка идет насилие. И часто, в общем-то, это становится частью нашей обычной жизни. Ведь что посмотреть? Вот вы говорите, действительно, закончилась война. 70 лет прошло. А что после этого? Вот подсчитано немецкими социологами, значит, что с 1945 по 1992 год, вот они этот период брали, в мире было, так, чтобы точно мне сказать, в мире, ну, более сотен различных конфликтов, в которых погибли, которых погибли 3 с половиной, нет, 12 миллионов человек. 12 миллионов человек. Вот, пожалуйста, это период только до 92-го года. А после 92-го года мы знаем геноцид в Руанде, мы знаем события 2003-го года в Судане, связанные тоже, по сути, с геноцидом. Мы знаем современную, вот совсем близкую нам историю с войной на Ближнем Востоке. И вот если все это суммировать, мы видим, что насилие своей территории не сдаёт, а наращивает. Другое дело, что оно приобретает иные формы. Появляются такие виды войн, как молекулярная война даже обозначают, да, вот, гибридная, молекулярная, клеточная. То есть войны, которые не вот так в широком мировом плане предстают в виде открытого объявления войны, а которые каждый день, в каждый день стучатся в нашу дверь, по большому счёту. Которые каждый раз проявляют себя в каких-то отношениях обыденных, где нам не хватает терпимости, где какие-то вспышки раздражения, поиск врага. Это никуда не делось, это всё присутствует. Спасибо, Владимир Иванович, время нашего эфира подходит к концу. Вот так достаточно интересно мы сегодня рассмотрели, хотя и кратко, конечно, феномен войны в культуре и культуру войны как таковую. И что главное, наверное, главный вывод из сегодняшней передачи, не знаю, уловили вы, дорогие телезрители, или нет, но вот эта идея, которая сквозила, идея апостола Павла, ничего не меняется с тех самых пор, с того самого времени. Он говорит так, я чувствую, что во мне живёт как бы два человека. Чего хорошего не хочу, чего хорошего хочу, того не делаю. Чего плохого не хочу, то делаю постоянно. Вот этот внутренний, внутриличностный конфликт очень часто и выражается в конфликте внешнем, в войне, в ссорах, в распрях. Поэтому самое главное, что нам нужно стремиться делать, это расширять границы территории мира. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч.